Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Я Анастасия Шевцова и вот о чем расскажем сегодня. Смерть в темноте. На трассе под Бобруйском сбили пешехода. Кто виноват? Погостил. В Бобруйском районе мужчина избил знакомого, что стало яблоком раздора. Не прожигать жизнь призывают спасатели зажигательных бобручан. Большие беды от маленьких окурков. Вскрыл замок и вынес имущество. На улице Горелико мужчина обворовал склад. Как вышли на след преступника? Водитель пропусти. Статистика аварии от госавтоинспекции. Мы начинаем. За неделю сотрудники МЧС зафиксировали два пожара в Бобруйске и районе. В середине прошлой недели спасатели отправились на вызов в деревню Турки. Там огонь оккупировал баню. Хозяйка, к счастью, находилась на улице и не пострадала. В результате пожара огнем повреждены перекрытия и кровля бани по всей площади. Имеется прогар в перекрытии 2 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Еще одно возгорание было зафиксировано 5 ноября. На улице Рокоссовского горел автомобиль. ЧП случилось в гаражно-строительном кооперативе. О случившемся сообщил сам владелец машины. Когда спасатели прибыли на место, из-под капота вазы клубами валил дым. Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. Обошлось без пострадавших. Не прожигай жизнь в Беларуси продолжается акция Министерства по чрезвычайным ситуациям. Движение приурочено к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Спасатели напоминают, окурки должны находиться в пепельнице или жестяной банке. Ни в коем случае их нельзя бросать из окон и балконов. Это может привести к трагедии. Также не стоит курить постели. Статистика неумолима. Из 9 человек, погибших на Бобрущине с начала года в 5 случаях причины пожара и как следствие гибели людей, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Погостил. В Бобруйском районе мужчина избил знакомого из-за шифера и двух кустов марихуаны. По предварительной информации, в конце октября 45-летний потерпевший находился в Березовичах у своего знакомого, 24-летнего бобручанина на даче его родителей. Вечером между ними возник конфликт. Гость залез на крышу пристройки к дому, проломил несколько листов шифера и взял два куста марихуаны, которые сушились на чердаке, за что получил удар и упал с крыши. Состояние здоровья 45-летнего мужчины значительно ухудшилось через пару дней, и он оказался в больнице, где находится сейчас в бессознательном состоянии. В ходе осмотра на территории дачного домовладения было обнаружено и изъято особо наркотическое средство марихуана общим весом более 8 килограмм, принадлежащее бобручанину. Он рассказал, что коноплю он собрал на поле, высушил и хранил на даче для себя. Следственный комитет возбудил два уголовных дела – за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот наркотиков. Еще один незваный гость проник на одно из складских помещений в Бобруйске. О случившемся стало известно 5 ноября. Мужчина вскрыл замок, украл двери, кондиционер и другое имущество. Потерпевший обратился в милицию. Экспертам удалось установить личность вора по отпечаткам пальцев на зеркалах. Им оказался ранее судимый неработающий 33-летний житель Бобруйска. Позже у подозреваемого нашли и изъяли часть похищенного имущества. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Внимание, пропал человек. В Бобруйске разыскивают местного жителя. Игорь Никитин пропал 7 ноября. Около пяти вечера выехал из дома на личном автомобиле Митсубиси Паджеро. С тех пор не выходит на связь. Сам мужчина был одет в черный спортивный костюм с капюшоном, черно-синюю куртку и коричневые ботинки. Машина черного цвета. Особые приметы пропавшего. Рост 185 см. Полноватое телосложение. Глаза карие, волосы русые. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Игоря, просьба обратиться по телефону 102. Смерть за обиду в Бобруйске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве. Около часа ночи 4 ноября на номер 102 поступило сообщение о том, что вблизи железной дороги на улице рабочий обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, 35-летний местный житель скончался от многочисленных телесных повреждений, травм головы, грудной клетки и переломов. В этот же день Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Убийство». 5 ноября сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горосполкома при поддержке сотрудников ОМОН УВД были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимый 27-летний житель Глузского района и 18-летний житель города Бобруйска. Оба не работающие. Предварительно установлено, что причиной жестокой расправы стали старые конфликты и обиды. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и признали их подозреваемыми в убийстве. Задержанные находятся в ИВС. Не рассчитал. На перекрестке Октябрьской и Пролетарской столкнулись автобус и маршрутка. ДТП случилось вчера, около часа дня. Водитель маршрутного такси двигался прямо по Октябрьской и остановился перед Зеброй, чтобы пропустить пешехода. В это время рейсовый автобус совершал маневр. При повороте на Пролетарскую водитель не рассчитал габариты и задел спринтер. Обоим авто причинены незначительные повреждения. Пассажиры не пострадали. Сегодня же не поделили дорогу легковушки. Около полудня на перекрестке Советской и Карла Либнихта столкнулись Опель и БМВ. Первый при повороте налево не уступил. После проверки места происшествия Опель покинул спогнутой передней дверью и крылом. БМВ отправился домой без фары и бампера, поврежденным капотом и крылом. Участники ДТП не пострадали. Жизнь дороже шин. С падением градуса на термометрах ситуация на дорогах осложнилась. Госавтоинспекторы рекомендуют менять колеса как можно быстрее. А с 1 декабря за отсутствие зимней резины начнут штрафовать. Мы собрали топ причин, почему переобуться стоит уже сегодня. Зима близко, а значит самое время менять резину. Такого мнения придерживаются специалисты шиномонтажной станции. Ведь среднесуточная температура уже несколько дней составляет от 5 до 7 с плюсом. Оптимально для смены шин. Летние покрышки не обладают теми свойствами, которыми они обладают, когда температура летнего и весеннего режима. Снимается колесо специалиста по съему колеса, несет их вовнутрь. Мы их там уже переобуваем, чистим, мажем, балансируем, качаем соответствующее давление в зависимости от машины. И все возвращаем на место. Собираем, поджимаем. Человек через 20 километров к нам приезжает, мы колесики пережимаем. И все. И пользуется, наслаждается временем. К слову, дальше лишь холоднее. Уже на этой неделе синоптики пророчат в стране заморозки. Лучше не ждать первого снега и очередей и переобуться сейчас. Пока поток на шиномонтажке около 40 авто в день. С приходом зимы цифра увеличится как минимум вдвое. Почему вы решили поменять резину уже сейчас? Чтобы не было потом очередей, не дождаться. Ну, появилась поводная минута. И уже нужно подготавливаться к автомобилю к сезону. Собираюсь на этой неделе уже, как бы, в зависимости от погоды, как бы, будет свободное время. Будем менять резину полностью, все. Я уже перешел, уже полмесяца назад. Как снег, пошел первый. У меня работа связана с автомобилем. Я каждый день за рулем езжу, по 100-200 километров в день проезжаю. Это безопасно не только для себя, а и для других. Потому что мало езжу пока. Ну, вот, на следующей неделе планировал ехать. Снег как-то в ноябре выпал, а у меня была зимняя резина. Я ехал как-то уверенно. Вот ехали там 20-30 километров в час. А я ехал уверенно. Пока смена резины с лета на зиму добровольная. Но уже с 1 декабря, согласно 26 главе ПДД, все автомобили должны придвигаться по белорусским дорогам только на зимней резине. Нарушение ударит по кошельку. За невыполнение данного условия наступает административная ответственность в размере до 0,5 базовой величины. В осенне-зимний период водителям также необходимо быть осторожным, двигаясь в местах возможного появления детей, вблизи пешеходных переходов, остановочных пунктов. Также необходимо помнить о том, что подъезжая к путепроводам, мостам, предельно быть внимательными и осторожными, так как зачастую они облезневают в первую очередь. Более того, важно не только переобуть железного коня, но и перейти на зимний стиль вождения, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и следить за дорожным покрытием. Темнота – враг водителей. С 11 по 22 ноября ГАИ усилит контроль на дорогах поздно вечером и ночью. Особое внимание так называемым уязвимым участникам дорожного движения – пешеходам и велосипедистам. Госавтоинспекторы напоминают, самый действенный способ обезопасить себя на дороге в темное время суток – надеть фликер. Он позволит водителю транспорта вовремя заметить человека. Обозначенный пешеход виден в ближнем свете фар на расстоянии до 150 метров, в дальнем – до 400. Человека без фликера увидят метров за 30. Это меньше, чем тормозной путь машины в городском режиме. На трассе при скорости от 90 до 120 км в час эта цифра и вовсе утраивается. Тормозной путь увеличивается до 70-95 метров. Так, недавно на трассе под Бобруйском сбили необозначенного пешехода. ДТП случилось в прошлый четверг возле агрогородка Горбацевичи. Женщина преклонного возраста переходила дорогу в неположенном месте. Встречный разъезд транспортных средств был. С одной стороны ехал грузовой автомобиль, со второй – легковой автомобиль марки БМВ. Водитель грузовика среагировал, увидел, что пешеход переходит в проезжую часть, приостановился на проезжей части. Ну, а потом решил резко перебежать пешеход в проезжую часть. А с другого направления автомобиль БМВ совершил наезд на эту женщину. Водитель БМВ вовремя не увидел необозначенного пешехода. К сожалению, женщина скончалась. Не жертва, но причина. Сколько жизней унесло пренебрежение зеброй? И почему, несмотря на все опасности, горожане все равно нарушают? Ответы прямо сейчас. Вторник, улица Октябрьская, время к полудню. Сотрудники ГАИ наблюдают за участком от перекрестка с Пролетарской до Костела. Сразу первый нарушитель. Мужчина в красной куртке перебегает четырехполосную дорогу в неположенном месте. Уже в машине ГАИ раскаивается, спешил. Больше не повторится. Инспектор выписывает штраф, поскольку мужчина попадается уже не впервые. С нарушением согласны с своим? Согласен. Будет штраф минимальный. Одна база. А в течение месяца необходимо будет оплатить. Хорошо. Напоследок сотрудник ГАИ напоминает. Зебра буквально в 40 метрах. Не успевает инспектор отпустить первого нарушителя, второй уже спешит на встречу с законом. Женщина переходит дорогу в том же неположенном месте. Помусное замечание. В следующий раз будет штраф. Здесь нельзя переходить. Ну, не будете больше нарушать? Буду. Экипаж меняет дислокацию. Теперь наблюдают за водителями на пешеходном переходе. Машина пропускает исправно. Непонятно, то ли съемочная группа спугнула камерой, то ли водители добросовестные. Едем дальше на Максима Горького. Нарушители не заставляют себя ждать. Мужчина вальяжно, с сигареткой в зубах, переходит шестиполосную дорогу и даже не оглядывается по сторонам. За променад в неположенном месте бобручанин получает штраф. Еще несколько человек уже стоят на обочине и, кажется, вот-вот перейдут. Но замечают людей в форме и разворачиваются к зебре. А вот женщина в розовой куртке экипаж не заметила. Что вас вынудило, чтобы пойти здесь в пешеходном дороге, в неположенном месте? Это же ваша первая очередь, ваша безопасность. Я вообще все понимаю, все знаю. И всегда за то, чтобы был порядок. На первый раз предупреждение. В подарок от инспекции фликер. Незаменимая в темное время суток вещь. За 10 месяцев текущего года на дорогах города произошло 49 дорожно-транспортных происшествий. Из них 20 с участием пешеходов. 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в темное время суток. И у всех пешеходов не было светозвучающих элементов. Это была сирена. Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Я Анастасия Шевцова. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин